Да, здравствуйте, дорогие зрители! У нас сейчас времена пошли совсем не те, что были раньше. Теперь у нас прокат западных фильмов запрещен. Причем запрещен он не нами, не нашими, так сказать, цензурными органами. А Запад нам не дает, потому что это теперь не идеология, а бизнес, ничего личного. В советское время к нам приходили, с удовольствием они отдавали нам всякие заграничные фильмы, но за деньги, разумеется, но за деньги, за большие, за маленькие, за средние, ну, как хотите, но за деньги. А теперь этого нет, к сожалению. И теперь нам придется нашему кинопрокату, пока не перегорели лампы в кинопроекторах, переключаться на восточный кинематограф. Это Индия, Китай, Корея, Япония. Причем Корея, ну, вообще-то, вот есть еще и Северная Корея, я не знаю, будем мы ее смотреть, не будем. Но они тоже кино-то делают, надо сказать. И вот мы эту тему хотим обсудить с Игорем Фишкиным. Он киновет, кинолюб, синий фил, тот, который кино любит, и кинокритик. Пожалуйста, Игорь, рассказывайте. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, будем надеяться, это такая временная, частичная, получается, перестройка кинотеатров в плане зарубежного проката. Вот будет некоторое время обостренное внимание к азиатским кинохитам. И очень хороший повод, вот буквально 25 марта подоспел индийский блокбастер, он бы в любом случае у нас широко бы демонстрировался в кинотеатрах, но сейчас об этом пишется как единственная большая премьера этих дней. Это фильм «Р.Р.Р.Р». Вот три заглавных латинских буквы. Режиссера вот Кадури срисала Шари Раджамули. Он уже у нас не искал довольно-таки большой успех. Я думаю, многие смотрящих слышали такое слово «Бахабули». Это было два фильма. Первый фильм 2015 года. Второй фильм, первый называется «Бахабули. Начало». Второй фильм «Бахабули. Заключение» либо второе название «Бахабули. Рождение легенды» аж явился фильмом «Открытие Московского международного кинофестиваля 2017 года». А, Борис Сергеевич, вы, может быть, и видели? Вот. Да, к сожалению, звук. Вот. Да, я его видел. Это такой сказочный фактический фильм. Какие-то такие шикарные действия. Слоны, всякие такие герои с саблями. И я так понял, что это фильм одного из штатов, да? То есть это кинематограф одного из индийских штатов. Именно. Сейчас уже термин, вот как для коммерческого индийского кино, вот этот единый термин «Болливуд» уже негоден. Хотя, в принципе, мы можем обобщать, называя «Болливудом все коммерческое индийское кино». Но этот фильм, и вообще этот режиссер Раджамули, просто «Бахабули», вот эти два фильма, это его предыдущие фильмы, созданы в языке Телугу, или Телугу, не знаю, где ударение. И это «Толливуд». Вот. И, соответственно, новейший блокбастер, который, ну, я, в общем-то, несколько слов о «Бахабули», и перейду к новейшему блокбастеру, вот этому «РРР», который тоже создан на языке Телугу. Ну вот «Бахабули», это, как сам режиссер Раджамули, он, кстати, приехал, вот этот фестиваль 2017 года, лично представлять фильм «Открытие», вот этот «Бахабули», второй фильм. То есть, представил перед московскими зрителями. И, как он заявлял, вот эти два фильма «Бахабули», они, и вообще не только предыдущие, ряд предыдущих фильмов, его, вот Раджамули, «Настоины на легендарных Рамаяне и Махабхарате». Ну, вообще, это, конечно же, подражание западным фильмам-комиксам, ну, прежде всего, голливудским, но очень по-своему, по-индийски. И, в общем-то, фильм, ну, по сути дела, это один фильм, он просто слишком большой, поэтому его на две части разделили. Ну, вот вы не поверите, вот тот фильм, про который вы сейчас будете рассказывать, «РРР», он один из лидеров американского проката сейчас. Вот мы про это собираемся говорить. Но «Бахабули» тоже во всем мире вышел, тоже, ну, имел для индийского фильма, насколько я знаю, даже это, ну, по-моему, самый кассовый индийский фильм, как «Бахабули» в мире. То есть тоже имел международный широкий прокат. И у нас, ну, для индийского фильма замечательно прокатился по кинотеатрам. И вот, ну, тот вот второй фильм, 2017 год, вышел. Вот сейчас вышел новый. Вот он, Даджамули, он делает в последнее время только блокбастеры, это «РРР». Это тоже, это, насколько я помню, 72 бюджет, 72 миллиона американских долларов. Это грандиозный бюджет для Индии. Он, вообще-то, ну, подоспел именно сейчас, но еще и потому, что его делали долго, но все-таки он еще в прошлом году должен был выйти, ну, коронавирус. Вот сейчас он стартовал. И параллельно вот в США он за уикенд третий результат. Ну, там, 25 марта и у нас, и на Западе этот фильм стартовал «РРР». Вот, соответственно, не только у нас, он хорошо прокатывает. Даже, может быть, у нас-то, ну, пока не знаю, как у нас. Ну, вот началось 25 марта. Ну, «РРР» – это уже, в отличие от Бахабули, не экскурс а-ля индийской мифологии, но там не в полной вот в Бахабули. Ну, тем не менее, это навеяно индийской мифологией. «РРР» – это 20 век, это 320 год. Там, ну, чисто формально, два исторически существовавшие известные индийские революционеры, которые боролись против английского владычества в Индии. Ну, насколько можно понять из вот тизер этого фильма, есть в интернете «РРР». И, ну, и описание, и уже есть первая рецензия. Конечно же, это тоже фильм-комикс. То есть, просто так, 72 миллиона долларов на «РРР» в Индии не даются. Там тут же, как и в Бахабали, люди летают, то есть, нарушили… Сейчас я вам хочу показать Бахабали, оттуда кадры я вот нашел сейчас, да? Можно? Разрешаете? Так, разрешаете, да? Сейчас буду показывать вам этот фильм. Не фильм-кадр. Это вот кадры из фильма Бахабали. Видите, такие вот красавицы жгучие, угрюмые красавцы с саблями, да? Вот, пожалуйте, да? Где тут еще у меня? Борис Ильич, вот он. А, вот сейчас вижу, да. Вот он такой с луком, со стрелами, а вот еще тут такой громила огромный с какой-то дубиной слева, а справа, наверное, там уж с ней какой-нибудь раджа, как положено ему, да, раджа. Это два фильма я не видел. Вот, ну и вот она, битва вся эта идет, как положено. Бьются, кидаются, а вот это вот «РРР». Тут, видимо, борьба за свободу, как видите, пытают. Да, несмотря на то, что это 1920-й год, казалось бы, реальные герои, здесь тоже такие вот полеты, такие же былинные подвиги невероятные и так далее. То есть тоже фильм-комикс, но основанный на каких-то исторических реалиях. Ну, Бахабали вот я не видел, ну, допускаю, это очень любопытное кино. Ну, это кино такое, знаете, я даже не знаю, как, с чем сравнить. Просто «РРР» в том же духе, насколько можно понять. В том же духе? Ну, тут там все-таки, видите, в обычных костях рыбку ловят в расслабоне, а там-то все... Меняет то, что вот такая тема борьба с английскими колонизаторами. И эти все-таки два революционера, хоть они погружены в невероятные комиксовые обстоятельства, но все-таки реальные фигуры. Один даже пишет, что в 1924 году был расстрелян англичанами, но второй дожил до 40-го года. Но это реальные прототипы главных героев. Ну, что нет, ну, любопытно. В общем-то, вот такой блокбастер появился и у нас. Соответственно, ну, вот сейчас кинотеатральная сеть ну, вот особенно заинтересовано много как индийских... Ну, в Индии это штучные какие-то такие вещи. Ну, вот южнокорейские фильмы... Как-как-как? Корейские? Южнокорейские. Но севернокорейские, они не могут претендовать на какие-то более-менее... вообще на какие-то кинотеатральные сборы у нас. А южнокорейские, ну, показываются и берут неплохие сборы. Ну, «Паразиты», например, он вообще, по-моему, даже «Оскара» получил. Оскароносные. Это целый ряд «Оскаров». Оскароносные. Вот это «Паразиты». И не только. И «Поиск Пусану», и фильмы ужаса южнокорейские. Ну, успех, ну, такой, не глобальный, но в нашей кинотеатре... Там в этих фильмах очень любят такую избыточную жестокость, необычную жестокость там, типа... Да-да-да. Сделать аборт шомполом, откусить рыбкам в аквариуме головы. Это вот у них такие вот вещи. Да, но еще есть некоммерческий, вот, скажем, «Кинкедук», который, ну, как... Который умер, когда пытался получить гражданство Литвы. В Латвии. А, в Литве он уже, да? А не в Латвии? Вроде в Литве. А может, в Латвии, не знаю. Ну, где-то там, в Прибалтике, да. Помню, я смотрел последний фильм «Кинкедук», и, кажется, «Сеть» назывался, или как-то так, про рыбака, да? Я его не охватил, но вот он показал на фестивале вот предпоследнем. Там была онлайн пресс-конференция в онлайне с «Кинкедуком». И вскоре вот он выехал в Прибалтику при загадочных обстоятельствах. Вот что-то было связано с недвижимостью в Прибалтике, но он никого не оповестил. И вот загадочная смерть вроде от коронавируса, но вот... Нет, это было раньше, это было до того как. Это было до коронавируса. Нет, фильм, показ фильма, он, кстати, в Казахстане сделал последний. Нет, я говорю, умер он до коронавируса. Мне кажется, как раз от коронавируса. Нет, нет, до коронавируса, до коронавируса. Вот в чем мне интересно. В 2020 году, ты, Кинкедук. Ну, сейчас смотрю я. Кажется, именно от коронавируса, но вот при Балтике, но загадочный. Кинкедук. А в общем... Умер 11 декабря 2020 года. Да, и кажется, от коронавируса. Да нет, у нас коронавирус появился 31 декабря официально зарегистрирован. 2019 года в Китае. А, да, 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 все, извиняюсь, извиняюсь. У меня уже в голове по времени я, да, сбинулся, да. В Риге, в Латвии он умер, в Риге. Вот в Латвии. Вот загадочная смерть. Вот просто поехал, никого не оповестил. И вдруг друзья узнали, что вот он был в Латвии, заболел, попал в больницу. А так он поехал как бы проведать свою недвижимость, там что-то заплатить за нее, что ли, там, ну, какие-то вот платы. Ну, не знаю, вот это... Он предполагал купить недвижимость и оформить вид на жительство. А, наоборот, купить еще... А, он что-то такое, да, присмотрел. Да-да, купить недвижимость и оформить вид на жительство. Но визит тайный был. Ну, я не... Ну, а так, ну что, он же не по делу, частный визит. Частный. Он же не на фестиваль, не представляет кино свое. Он частный визит. Мы бы этот визит не узнали, если бы... Он не умер. Он заболел и там умер. Вот, ну вот, Южная Корея ждут Японию. Но Япония, вот, не знаю, будет давать свои фильмы и дальше. Наверное, будет. Вот ждут аниме. Ну, что касается... Ну, в общем-то, не так много всего. Вот если не иметь все-таки фильмы, которые хорошо прокатываются в кинотеатрах, то, прежде всего, ну, пока вот упор на Россию, на наши фильмы... Ну, кстати, был пресс-показ «Ампир-5», тот фильм Гинсбурга по Пелевину, по его роману. Но он перенесен, ну, по-видимому, это крупная, высокобюджетная российская постановка. А прокат еще вот совсем на днях передвинут на май. Ну, пока, в общем-то, вот так, чтобы новые фильмы показывать мало что. Можно так, что РРР на этом фоне вполне себе... Сейчас он виден хорошо. Вот этот пример. А это Кинкудук. Это Кинкудук, да, Кинкудук. И вот это хороший повод посмотреть. Вот такая... Тем не менее, Китай вот что-то может нам показать. А что из последнего китайского было у нас в прокате замечено? Ну, Китай, как вообще большинство китайских, большинство индийских фильмов прокатывается, если выходит в кинотеатральный прокат, очень плохо. Но в интернете, тем не менее, имеет множество поклонников. Нет, я знаю, на фестивале московском обычно проходит, так сказать, показ отдельной, так сказать, серии китайских фильмов. На нее билеты не достать, все хотят посмотреть китайское кино. Это да, это все есть. Но вот в кинотеатрах... Ну, вот скажем, Джон Ву... Я вспоминаю, вот скажем, «Красная скала» от фарамана «Троецарствие», то есть Джон Ву после таких американских фильмов сделал большой фильм, его даже на две части разделили. Да, такой картинный очень фильм. А, вы смотрели? Ну, вы рассказывайте, рассказывайте. Я сейчас попробую показать его, да? Ну, это было в 2009 году, уже довольно давно. В принципе, ну, вот те былые триумфаторы нашего проката китайские, скажем, вот шалинский футбол в свое время, ну, более-менее вполне у нас хорошо прокатился 2001 года. Чу... Я заметил, там еще был фильм такой у нас назывался, он, сейчас скажу, герой «Дом летающих кинжалов». Нет, 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 нет. Про это я собрался говорить вот в ретроаспекте и проклятие «Золотого цветка», там следующий Джан Эму, вот герой «Дом летающих кинжалов». Проклятие «Золотого цветка», вот три фильма, они хорошо шли, но это я скажу про это, причина, это вот именно в ретроаспекции. А так, выходит, ну, у Китая много таких высокобюджетных, ну, военно-исторических фильмов. Полководцы был фильм про их, про восстание тайпинов. Ну, не только, в принципе, но все это больше для интернета, но вот сейчас может быть... Нет, ну, это я смотрел в прокате, в прокате был. Да, но в прокате просто больших сборов фильмы не собирали. Но китайские фильмы в 2000-е годы демонстрировались, и, в общем-то, я покажу более интересную публикацию про вообще, называется, китайские фильмы в советском и российском прокате. То есть про это я буду говорить, а просто новые блокбастеры китайские для больших экранов, ну, тоже это должны быть кинокомиксы, ну, пока, может, что-то... А было там какое-то про оборону Великой Стены-то от чего-то, помните? Там много вообще... Там еще играли западные актеры еще. Ну, вообще, вот, исправно, неплохую кассу у нас берет Джеки Чан. Да, вот с Джеки Чаном был какой-то фильм, там, типа, то ли солдат, то ли... А, был недавно фильм про войну, Вторую мировую, фактически, про войну с Японией, этот самый... 400, что ли, да, или там 500, сколько, как он назывался-то? Ну, с Джеки Чаном еще был... Нет, это был не Джеки Чаном, это был вот фильм, который самые большие сборы сделал вообще в мире, то ли 300 он назывался, то ли 400, то ли 600, то ли... Это количество человек, которые обороняли склад в Шанхае в 37-м году от японцев. Ага. Не смотрели, да? Нет, но за китайским, и за индийским, и за китайским кинематографом, увы, это вот, может быть, это очень интересно, но... Ну, вот я как-то за ним все-таки слежу, тем не менее. Вот это вот фильм «Красная скала», вот тут всякие битвы, огромные массовки, видно уже, да? Ага, сейчас покажем, вот огромные массовки, вот все скачут, суровые лица, плащи, да шпаги, да лица полные отваги, вот они тут стены какие-то, земляные укрепления штурмуют и падают с них, и рубятся, и вот с красными этими султанами они ходят, ну, в общем, все как положено. Да, да, вот видите, какая вот история. Так, а вы сейчас что еще сказали-то, упомянули-то мы с вами, какой фильм-то? А, да, это я попытался упомянуть, так. Что касается Джона Ву, то он возвратился в Штаты, вот он, вот сейчас должен выйти фильм, новый Джона Ву, но это уже опять-таки Соединенные Штаты, он в Китае. Ну, вот после Красной Скалы, ну, по-моему, ничего крупного он и не сделал, то есть, просто Джон Ву, он после Гонконг, вот я объясню, вот кинематографию трех Китаев, Гонконг, КНР, Китайская Народная Республика и Тайвань. Джон Ву прославился не у нас, на Западе, причем у таких людей, вот как Минтин Тарантино, ну, и вообще интеллектуалов своими гонконгскими фильмами 90-е годы. И был приглашен в Соединенные Штаты. И вот там уже вот эти вот мятые фильмы «Без лица» с травойкой, «Сломанная стрела», но начал с «Трудные мишени», с Ван Дамом, а потом «Говорящие с ветром», с Николасом Кейджем. Ну, вот у него репутация все-таки мировая, уже у Широкова сначала мировая репутация, но у интеллектуалов, вот гонконгские фильмы, круто сваренные, еще «Светлое будущее», вот это гонконгские фильмы 90-х годов, которые обрели тебе поклонников на Западе Сергея Киталова. А у массовой публики его голливудские фильмы, и уже обладая такой массовой зрительской репутацией всемирной, он возвратился в Китай делать фильм «Красная скала». Ну, он продолжает работу, правда, ну, как-то не было слышно довольно долго, сейчас у него вроде как новый американский фильм на подходе. Но Джеки Чан тоже у него целый ряд, помимо китайских, у него целый ряд американских фильмов, и совсем уж массовый зритель знает Джеки Чана прежде всего по американским фильмам, хотя китайские фильмы со своеобразным. Вот Джеки Чан, вот такие боевики со своеобразным китайским юмором, но именно юмором Джеки Чана, они также, ну, хорошо, довольно сносно демонстрируются по миру, и у нас неплохо прокатывались, наверное, и будут еще прокатываться. Ну, просто не знаю, вот что ждать, какие крупные китайские блокбастеры в ближайшее время. Я сейчас хочу вам показать блокбастер, который назывался, так сказать, «Восемь сотен». Это очень такой качественный военный фильм, хотите называть его «Шутер», как хотите, как хотите, вот, называйте его, где он тут есть у меня. Так, сейчас я попробую показать вам его. Это еще не он, это еще «Красная скала», сейчас, у «Красной скалы битва». Вот он, шутер такой, видите, и знамя у них, и самолеты пикируют, и стреляют они по самолетам, и отбиваются стрельба. И, кстати, обратите внимание, каски у них немецкие, потому что их вооружали в ту пору немцы против японцев сначала. Сначала немцы с японцами не очень дружили, вот они снабжали армию Китая. Вот они, вот эти все сцены, стрельба, броски, гибель людей, все как положено. А это, по-моему, я не знаю чего, это, по-моему, рабочий момент съемок, скорее всего. Вот, надо сказать, что у них еще была парочка, так сказать, качественных, как говорится, фильмов про войну. Был фильм такой, ну, для публики сделаны цветы зла, вот, по-моему, в Америке его все равно запретили. Вот, это вот про резню в... В Нанкине, нет? В Нанкине, да. А до этого был еще фильм про резню в Нанкине, тот вообще нигде не показывали. У нас, правда, его можно было посмотреть, назывался он «Город жизни и смерти». Очень сильный фильм, очень сильно показывает, и вот он там, так, там, на виду с японцами, вот этими оккупантами, присутствующие немцы. Немецкие, так сказать, представители с этими самыми, с повязками, со свастикой, но они на фоне японцев выглядят просто ангелами. Просто ангелы. Пришли фашистские ангелы, спасли несколько китайцев. Вот, 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 вот такого там было. То есть, вот такие там были жестокости, очень много необычного я из этого фильма узнал про японские, так сказать, повадки. В частности, меня удивила их строевая подготовка, то есть, ну, совершенно ни на что не похоже, вообще ни на что не похоже. Там был, так сказать, парад в Нанкине, значит, ну, это не сценировка, конечно. Ну, вот, я любитель строевой подготовки, так сказать, но вот это вообще, вообще ни на что не похоже. Ну, в общем-то, это все-таки не для молодежи, ведь кто выкупает билеты-то в основном в кинотеатры? Молодежь. Да, это не для молодежи, да. Ну, может быть, цветы зла они и пытались сделать для молодежи, там уж очень много было красивого, как в любом китайском фильме, там такие красивости. Значит, лопается мешок с мукой, вот она как-то так покрывает все еще что-нибудь там. Ну, это вот цветах зла, тот-то черно-белый фильм. О фильмах, которые все-таки становились у нас кинотеатральными блокбастерами. Китайские, индийские, египетские, ну, и восток, японские. Ну, прежде всего, проиндийские. То есть, ну, китайские фильмы, как я буду говорить, они завоевывали широчайшую международную аудиторию, именно становились коммерческими хитами. Индия гораздо реже. Поэтому, ну, начну с Индии, тем более, что у нас, наоборот, у нас слава Болливуда с легендарного «Бродяги» Раджи Капура. Вот это фильм «Бродяга» 52-го года, у нас он был. Он еще, по-моему, назывался «Господин 420». Это он? Это следующий фильм «Бродяга» Раджи Капура, где он, он же в главной роли «Бродяга» гораздо выше кассовые сборы. Вот Сергей Кудрявцев, он в свое время опубликовал, обобщил то, что осталось, ну, то, что есть в советской статистике. «Бродяга» один из первых, один из наиболее кассовых зарубежных фильмов в советском прокате за все время существования советского проката. У «Господин 420» ну, тоже большие сборы, но поскромнее, чем «Бродяга». «Бродяг» вот, значит, фильм 52-го, у нас в прокате 54-й. «Господин 420» фильм 54-го года, у нас в прокате в 56-м году. Там еще объединяет, помимо того, что режиссер Раджи Капур и в главной роли Раджи Капур, сценарист, о нем я буду говорить, «Хальжа Аббат». Обеих этих фильмов «Бродяга» и «Господин 420» и исполнитель главной женской роли «Наргиз», о нем я тоже буду говорить. В общем, два легендарных хита «Бродяга» и «Господин 420», которые не исчезали из нашего проката. Ну, «Бродяга», скажем, мог исчезнуть на какое-то время, но я где-то в году 74-м предпокойно в каком-то там клубе «Бродягу» посмотрел. «Господин 420» тогда же тоже появился. То есть эти два фильма то исчезали, то снова появлялись, но в кинотеатрах повторного и в залах повторного фильма. Это безумно популярная, особенно «Бродяга» фильмы. Ну, с «Бродяги» все и началось. То есть, в общем-то, ну, важно вот то, что Каджиаббат и Наргиз, они важны еще в том аспекте, что сценарист вот этих двух фильмов знаменитых сделал как режиссер совместно с нашим, более-менее известным режиссером Василием Кровиным, самый известный советско-индийский фильм «Хождение за три моря». В Индии его назвали «Чужестранец». Это по Афанасию Никитину в его книге «Хождение за три моря» с Олегом Стриженовым. И вот в главной роли женщины там Наргиз. Ну, Борис Игоревич Смарин, конечно, «Хождение за три моря» с Олегом Стриженовым. Нет, я не смотрел его, к сожалению, к сожалению, не застал. Ну, по телевизору его достаточно часто востребуют. Это очень яркий фильм с Олегом Стриженовым. Ну, вот про того самого Афанасия Никитина. Это, насколько я помню, вот в Индии считается первым широкоэкранным индийским фильмом. Он цветной, но цветные в Индии делались аж в 1933 году. Первый цветной фильм. А вот широкоэкранный, ну, «Хождение за три моря» с Олегом Стриженовым индийским. 1958 года. Ну, я думаю, многие его, вот этот фильм, знают. Из тех, кто вот синефилов старшего поколения смотрящих. Вот посмотрите Бородягу. Наргиз. Да. Красавица Наргиз. И вот... А это Радж Капур. Радж Капуром... Это фильм 1951 года, кто не знает. Ну, 1952. 1952? Ну, вроде как, это, наверное, у нас был 1952. А так он. У нас он был 1954. Да, ну, вам беднее. Ну, может быть, делать гейминг в конце 1951, это не суть важно. Ну, мощный все-таки, мощный, мощный фильм. Мощный. Ничего не скажешь. Фильмы мощные. У нас вот такой успех. А просто, что касается Наргиз, то вспоминается... Ну, вот, Борис Сергеевич, его недавно делали с философом, который, ну, помимо прочего, занимается индийской философией. Вот ролик. Как его? Его зовут, если вы имеете в виду того философа, его зовут Винник. Винник, Винник. Вот. Владимир Дмитриевич. Вот он просто говорил о двух индийских телесериалах, может, 2010-х годов. Один совсем недавний, второй, но он 2013-го. А, Винник говорил мне. Так. Нет, нет, вы делали вместе с дочерью с ним. А, ну да, да, тогда понял я, да. Это, значит, Дмитрий Круглых. А, вот. Вот. Посвященных теме феминизма. И, в общем-то, там, в общем-то, было некое удивление, но как вот Болливуд и тема феминизма. На самом деле в индийском кино очень давняя эта тема, феминистская струя, во многом, быть может, вынуждена. Ну, вот, скажем, это один из многих примеров. Вот фильм «Снергиз», «Мать Индия», ну, о нем я подробно, у нас он шел со значительным, не с таким как бродягом, но с значительным успехом в нашем прокате в 54-м году. Ну, в конце 37-го года, но еще в конце 30-х годов основан, ну, один, первый знаменитый режиссер Индии в плане реалистического кинематографа, это вот фамилия Шантарам, и еще он в конце 30-х годов поставил несколько очень ярких фильмов, которые посетовали против униженного положения женщины в Индии тогда, ну, это все в британской Индии. При этом первый фильм, вот если «Мать Индия» подробно, то вот тот же режиссер, другой, уже режиссер коммерческого кинематографа, уже такой чисто болливудский «Мехбук», еще его фамилия у нас интерпретит как «Мехбук Хан». Там вот в оригинале, ну, имя мусульманское, но в Индии… Да, в Индии мультирелигиозная страна, да. Там, первое всего, индуисты, но есть и мусульмане. Был такой фильм «Омар, Акбар, Энтони», да, такая комедия, которую по телевизору показывали, «Омар, Акбар и Энтони» – это братья-близнецы, которые были разлучены, один стал мусульманином, другой индуистом, и третий этим самым был христианином. Энтони был христианин, вот такие вот дела. Вот просто вот этот вот «Мехбук Хан», ну, это просто обычный, ну, такой знаменитейший болливудский режиссер. Кстати, Наргиз, она из смешанной семьи. Вот брак, отец индуист, мама мусульманка, но она, у нее фамилия, ну, неважно. Вот, то есть вот этот вот режиссер «Мехбук», он, кстати, поставил фильм в 1947 году, где познакомились, там, Радж Капур, еще, который не начал карьеру режиссера, но уже начал актерскую карьеру, снялся вот у этого режиссера «Мехбуба» в большой роли, и Наргиз в большой роли. И там они познакомились, и уже потом у Раджа Капура, ну, вот Наргиз, вот его знаменитых фильмах «Бородяга» и «Госнование 420» снимать. И вот тот же «Мехбуб» уже в главной роли, Матинди, вот тот же вот Наргиз, там уже это ключевая роль. И вот первый, это авторемейк Матинди, фильма того же «Мехбуба» «Женщина» в 1940-го года, он, это фильм, когда-то скромнее, чем Матинди, цветной, такой, в общем-то, ну, я подробно обращусь. Просто здесь важно то, что и женщины, и особенно Матинди, это ответ индийского коммерческого кинематографа на книгу «Американки» 27-го года, который вот называется «Матинди». Это вот книга, в общем-то, ну, тексты есть на английском языке в интернете, антииндийская, она побывала, вот, американка, ну, легко забыл, как ее фамилия, легко увидеть в интернете, в 27-м году в Индии, и она написала, что индусы не заслуживают освобождения от Англии из-за того, что так унижена у них женщина, и многое написала, не понимая индийских реалий об униженном положении женщины, и эта книга вызвала тогда, в 28-м году, резкую отповедь в Индии. Ну, вы знаете, мы там, мы действительно там многого не понимаем, мы не понимаем у них, например, кастовую систему, мы не понимаем, нам это совершенно чуждо, мы не понимаем там, например, истории о том, что там женщине опасно ходить по улице, там могут ее в автобусе изнасиловать, что хочешь, мы этого не понимаем, то есть это просто, ну, такой разгул какой-то безудержной преступности, нам совершенно чуждый, да, такой вот. Вот, я сейчас скажу, в общем-то, было целый ряд индийских уже книг в конце 20-х годов против этой книги, и потом вот появились, ну, фильмы уже, скажем, Шантарам и целый ряд других фильмов уже вне связи этой книги, но вот Мехбуб именно, вот, ну, женщина, фильм 40-го года, он есть в интернете без русского перевода, это фильм малоизвестный, но вот Мать Индия, когда Мехбуб повторил свой фильм «Женщина», но с большим для Индии бюджетом в цвете, 27-й год для Индии цвет, это еще было редок, и вот главная роль Наргид, и именно, как мы вот это можем увидеть в Википедии, хотя фильм через 30 лет после этой книги, это «Американка», который назывался, повторюсь, Матиндия, тем не менее, он именно фильм о провержении, вот так бы, этой книги. При этом Матиндия на несколько лет стала самым танцором фильмом Индии. У нас он в 64-м году был в прокате, но если «Бродяга» и особенно «Танцор диско»… Ну, «Танцор диско» это уже много-много-много-много позже «Бродяги». Это 82-го года. Ну да, ну а то-то 50-е годы «Бродяга»-то. Ну, послушали, Борис Сергеевич. Вот и фильм «Бродяга», и особенно «Танцор диско» имели… Просто «Бродяга» все-таки имел успех и в Индии, и в мире, ну, вроде пишут, что и на Каннском фестивале он побывал, хотя я ничего не получил, но и в мире немножечко как-то был замечен, но особенный успех вот «Бродяги» у нас. Но нельзя сказать, что вот в Индии он не был замечен. Да, конечно, «Бродяга» в Индии, ну, имел какой-то успех, но в Советском Союзе просто невероятно. А что касается «Танцора диско», это совершенно поразительно. Вот в Индии фильм с начинающей звездой Митхуном Чакраборти, ну, не так уж, в общем-то, один из все-таки болливудских добротных фильмов. У нас вот «Успех танцора диско», он у нас в 1984 году появился в прокате, совершенно невероятный именно у нас. Так вот, «Мать Индия» – немножечко обратная ситуация. Этот фильм, который стал на несколько лет самым кассовым индийским фильмом, у нас имел успех средний. Ну, и вот, значит, вот что это за фильм «Мать Индия», который легко посмотреть с русским переводом в интернете, но, к сожалению, не дублированная версия, а дублированная версия пока в Гаслемофонде, вот, пока недоступная. Насколько, во всяком случае, я не нашел дублированный ряд «Мать Индия», ну, вот, с хорошим русским переводом закадровым, все равно этот фильм можно посмотреть. Там индийская крестьянка становится вдовой и обманутая ростовщиком, закабаляется этим ростовщиком, который тянет, ну, образно говоря, из нее жила много-много лет. И вот она без мужа должна, тем не менее, поднимать троих детей. Проходит через голод. Один из ее сыновей умирает от голода, но двоих она сумела вырастить. И, может быть, потому у нас все-таки успех средний, что фильм об очень трагических, об очень драматических реалиях. Энергиз там интересно, она играет от молодой девушки, вот, свою героиню. До 70-ти начинается фильм, как вот старушку приглашают, ну, прошедшие в жизни огонь и воду, приглашают на открытие канала. Ей вот в этом селе говорят, мы без вас канала открывать не будем. То есть она вот на склоне лет среди односельчан всеобщее признание. Так вот, вот эти драматические реалии, в общем-то, очень неплохие эпизоды драматически чередуются, но с типично болеутским, не только танцами и песнями. При этом Мехгуб, он любитель с таким широким размахом не просто танцевальных сцен, вот это вот традиционное индийское пение и танцы, но и чтобы они были дорогостоящими. И вот, например, в «Матери Индии» мы видим, как на фоне индийской богини, к сожалению, ну вот что поют, очень красивый музыкальный эпизод. То есть вот эти сельчане индийской провинции, которые вот недавно умирали от голода, ну там не урожай и голод, и тут свадьба. И они все красиво разодеты, так бурно отплясывают на фоне статуи индийской богини, но здесь какая-то символика такая вот именно что-то такое возвышенно индийское. Но поскольку все-таки, вот когда советский дубляж, то там закадровый переводчик или переводчица частенько переводится, что поют, потому что часто песни важны, вот о чем поют. А так, что олицетворяет эта богиня, вот одна из индийского пантеона, но это, мы знаем, Тримурти, Брахму, Шиву, Вишну, но здесь одна из богиней. В общем, и очень с размахом сделанная, а это все-таки красивая цветная картинка, цветное кино, вот сцена, в любом случае она несколько эклектична, учитывая... Вот посмотрите, фрагменты из Мать-Индии, вот такой вот, так сказать, тиран с патронташем под гладкоствольные патроны. Да, но это не очень характерно, а еще там... Ну вот, она что-то тащит тяжелое, видимо, пашет на себе. Наргиз, вот героиня Наргиз... А это вот Наргиз в хождении за Тримурит, наверное, она, наверное, Наргиз это. А, это из хождения за Тримурит. Это хождение за Тримурит, да. Да, извините, продолжайте. Просто важно, что вот героиня Наргиз, там Валов, этот обманувший ее ростовщик, забирает, она вот впрягается в плуг и сама пашет. Героиня Наргиз. И там много, но вот драматических эпизодов, и в то же время вот такие сцены. Есть сцены такого болливудского комикнования. Такие дурашливые сцены. Ну, фильм... Это, с одной стороны, драма, но с другой стороны, нужно было, чтобы был хороший коммерческий результат Мехбубы. Поэтому, может быть, для советского зрителя 64-го года, вот, ну, была некоторая эклектика. Но для индийского зрителя эклектики не было. Вот фильм, вот, как уже говорил, стал на несколько лет самым кассовым. И побит был, ну, уже таким суперблокбастером индийским 60-го года, Великий Могол. Ну, это вот обращение к истории, там, к третьему знаменитому индийскому императору из династии Великих Моголов, его сыну. Ну, там тоже это сугубо болливудский Великий Могол, тоже легко посмотреть в интернете с русским переводом. Это сугубо болливудский фильм, когда сын императора увлекся простой танцовщицей. И вот император в исполнении, кстати, в «Бродяге», ведь еще и отец Раджа Капура, притвираж, вот, судья Рагунат. Вы помните, Валерий Сергеевич, судья Рагуната из «Бродяги», который говорит, сын вора обязательно станет вором. Это вот просто Раджа Капур, там, вор, а судья Рагунат, вот, его тюрьму. А этот судья Рагунат, это отец Раджа Капура, тоже знаменитейший индийский актер, притвираж Капур, основатель династии Капур, с которых мы помимо Раджа Капура знаем и Риши Капура, еще более известный Риши Капур, это сын Раджа Капура, брат Раджа Капура Шаши Капур, и рандхир Капур, еще есть многочисленные члены династии Капуров. Вот основатель и крупный не только киноактер, но и театральный актер притвираж Капур. И вот этот же притвираж Капур играет роль отца, вот императора. Вот в этом фильме «Великий могол», который у нас почему-то забраковали, у нас этого фильма «Великий могол» не было, а между тем он, побив рекорд матери Индии, держал его с 60-го года, самый кассовый индийский фильм, по 75-й год. Вот этот фильм «Великий могол». Ну зато у нас купили, вот в 75-м году рекорд «Великого могола», был побит фильмом, который вот тут и индусы, и наш зритель, который смотрел фильмы Болливуда, это, с одной стороны, широкий зритель, но с другой стороны, ограниченный, как мы помним, ограниченный зритель именно поклонники индийского кино. Но их было очень-очень много, такого развлекательного. И вот фильм «Месть и закон» у нас смотрел, да, Борис Сергеевич? Да, конечно, «Месть и закон», кто же его не смотрел? Вот. Так вот, он побил в 75-м году «Великого могола», стал самым кассовым индийским фильмом. У нас он только в 79-м пришел на наши экраны. Но там, конечно, вот те звезды, Хармендра и Хема Малини, которые, там еще Амитаб Хабачан, там двое бравых полицейских, это Хармендра и Амитаб Хабачан, главная женская роль Хема Малини, но для нас важны Хема Малини. Но Бачан, это тоже, это очень важен, но Бачан все-таки, ну, более-менее известный в советско-индийском фильме не участвовал. Ну, было несколько, даже не «За три моря», еще было несколько советско-индийских фильмов, и «Реки Тикитави», и «Черная гора», и «Восход над Гангом», и «Али Баба», и «Сорок разбойников» с Роланом Быковым. И там, ну, это узбек фильм, ну, фильм у нас в Москве, совместно с Индией, но фильм широко у нас демонстрировался, и там вот Хармендра и Хема Малини, и Ролан Быков, вот «Али Баба» и «Сорок разбойников», а вот это вот в этой сказке с «Тысяча одной ночи». И вот именно в месте и законе они вместе с Амитаб Хабачаном присутствуют. Но, я думаю, «Танцор диско» побил вместе закон. А кроме этого, «Изита» и «Гита» очень часто упоминаются вот среди других «Триумпов Болливуда» в советском прокате. Был такой любимый «Раджа», и много, тот же «Радж Капур», вот уже цветной фильм 63-го года «Сангам». Смотрели, да, тот же? Звук, Борис Сергеевич, звук пропал. Вот. И был такой индийский исторический фильм «Амрапали». Там действие происходило 500 лет до нашей эры. Но там тоже «Любовь царского отпрыска» и «Танцовщица». «Цветок и камень» и целый ряд других болливудских фильмов. Сейчас я вам покажу «Мести закон». Вот он, «Мести закон». Сейчас он ему руки отрубит, гад такой. А он потом будет без рук одними ногами всех мочить. Именно так. При этом «Мести закон» – это ремейк «Великолепной семерки», который, в свою очередь, является ремейком «Семи самуралов». Не, ну тут едва ли тут «Великолепная семерка», тут, во-первых, как сюжет немножко не такой. Но вот это вот, так сказать, британская винтовка «Ли Энфильд», насколько я понимаю. Он у нас позиционировался как такой вот подражательный… А это ручной пулемет «Томпсон» и револьвер. Вот какой, не пойму. Но у нас… Но не бей, близко вот. «Мести закон» изначально позиционировалось как подражание, но это действительно как подражание «Великолепной семерки». Ну это боевик, действительно такой боевик, они тут все решают. Они, кстати, не полицейские, по-моему, они, по-моему, два бандита, если не ошибаюсь. Ну, кажется… У одного еще из них была монетка, которая на обоих сторонах была, это голова. Но, кажется, вот это я просто… Я тогда, в 79-м году смотрел, а может быть, вот не помню, но они защищают крестьян. Ну да, но они хорошие бандиты, ну я вас умоляю. А, все-таки бандиты. Бандиты в Индии бывают хорошие. «Семь самураев» тоже, между прочим, бандиты их найдут. И то же самое ведь можно и про «Ковбоев» из «Великолепной семерки». Фильм тоже вот он в феминистической струе в Индии… А, кстати, я об этом сейчас снова остановлюсь подробно. Принадлежащий к феминистической струе в индийском кино «Королева бандитов» 1994 года, режиссера Шекхара Капура, того самого будущего, знаменитого постановщика фильмов «Елизавета» и «Золотой век», вот «Скейтбланш» про «Елизавета I», ну и кроме этого «Четыре пера», вот эти вот англо-американские блокбастеры «Елизавета», «Золотой век»… Это индийский фильм, да? Это все уже… «Королева бандитов» – это индийский фильм? «Королева бандитов» – это его последний индийский фильм, Шекхара Капура, благодаря которому его и пригласили в Голливуд. Просто «Королева бандитов» – это по реальной биографии индуски, но ставшие предводительницей банды, такая вот его фамилия, Кури, но у ней репутация, на самом деле, ну пишется, это не так, но тем не менее он такой вот Робин Гуд. Вот он, вот этой вот «Королевы бандитов» – Кури. Просто фильм и вообще в реальной биографии говорится, что, ну, по-видимому, в романтизированном варианте, это реальная биография этой женщины, говорится о том, что она, вот предводительницей банды, стала, в знак протеста, она насиловалась, вот еще девочка подростком, неоднократно насиловалась с мужчинами, и чтобы отомстить, значит, ее мужчинам, она стала вот вне закона и вот даже предводительницей банды. Ну, не знаю, это, в общем-то… Сейчас покажу я вам «Королевы бандитов». Так, смотрите-ка, сейчас, это еще пока… Вот она, «Королева бандитов» с косичками. Вот она, веселая, с винтовочкой болтовой, да. А подручная ее с дробовиком. Вот теперь она с винтовочкой по тронташекам. Но это она вот так вот, какая-то обиженная жизнью, на фоне моста через ганка, наверное. Вот, тут надо сказать, что вообще вот у нас, ну вот Калантай, говорилось, первая женщина-посол. На самом деле она первая женщина, помимо того, что первая женщина-посол, еще и первая женщина-министр. То есть в первом советском правительстве она стала наркомом социального презрения. Вот после 17 октября 17-го года, но всего лишь пять дней пробыла на пасу наркома. Просто она ушла вместе с несколькими наркомами в знак протеста. Ну вот против очередного ленинского решения они вышли… Против Брестского мира, что ли? Вот не помню, но именно Калантай… А еще был стишок такой, чего Ленин не болтай, все поддержит Калантай, а оказывается нет. Ну, всего лишь пять дней, и они, вот знак несколько наркомов, в том числе и Калантай, в знак протеста против очередного решения Ленина. То есть сами ушли. Просто у нас в советское время только вот первая женщина-посол, потому что получалось, что министр вдруг провела всю жизнь потом всего лишь в роли посла. Как же так? Поэтому у нас не говорилось с первой женщиной министр, а первая женщина-посол. На самом деле. И гораздо дольше была наркомом жена Молотова, Полина Жемчужина, в 1938 году, в Министерстве рыбопродуктов. Ну, Полина Жемчужина вместе с опальным Молотовым, тоже они, в общем-то, в 30-е, 60-е годы, оба, естественно, были опальными, соответственно, об этом тоже не упоминалось. Да, да Полина-то вообще сидела, насколько я понимаю. Полина Жемчужина в 1948 году до смерти Сталина, но могли бы говорить о том, что вот она была все-таки наркомом, долго, относительно долго, но не пять дней, как Калантай. Но она вот с опальным Молотовым, но когда освободилась, то она вот в конце 50-х, 60-е годы и 70-е годы, она, кажется, где-то в конце 70-х годов, но посмотрите, в интернете Полина Жемчужина, о них не упоминали. То есть это Молотов и его жена, они жили душа в душу, как вот Феликс Чуев, который написал по интервью, вот которому позволяют брать множество интервью, тогда закрытие у Молотова, Пального, на пекло, они жили душа в душу, Молотов и Полина Жемчужина, но оба неупоминаемые персоны, 60-е годы и 70-е годы, соответственно, об этом тоже ничего не говорилось. Просто важно то, что вдруг в 60-м году появилась первая женщина, уже не министр, а первая женщина, премьерный министр. Это стало Серимава Бандернайке, это Шри-Ланка, вот остров Цейлон. Но остров Цейлон все-таки маленький. Но по населению-то он очень большой. Она была женой, она была вдовой бывшего премьер-министра Соломона Бандернайке, премьер-министра 1956 по 1959 годы, который был убит в 1959 году. И вот в Шри-Ланке, знак того, ну вот убийства, вот этого вот премьер-министра Бандернайки, вот в 60-м году избрали его жену Серимаву Бандернайке. Важно то, что вот она первая женщина-премьер-министр, не в советском, потому что первая женщина-космонавт, вот действительно в Советском Союзе, вот перешкола. А вот первая женщина-премьер-министр у нас об этом не афишировали на это внимание, тем не менее вне Советского Союза. Но Цейлон, пусть и многонаселенный остров, но все-таки страна относительно небольшая. И вот в 66-й, конец 66-го года, огромная, не только, ну вторая по населенности после Китая, сейчас, может быть, уже первая страна Индия, но и по территории, и так далее, и так далее. Индира Ганди, это вторая после Серимава Бандернайке, женщина-премьер-министр, но глава, женщина-глава государства, реальная, причем глава государства. Номинальные главы государства были, это очень любопытные случаи, но это нужно особое. И до Серимава Бандернайке даже в 40-м году появилась совершенно номинальная женщина-глава государства, аж в Туве. Но это тема для особого рассказа. Но вот все-таки реальная глава государства, вот Цейлон 60-й и всемирная уже такая вот факт, сенсационная Индира Ганди, вот в конце 66-го года, пусть тоже, но, конечно, все не так просто, неспроста, но, конечно, Индира Ганди, это дочь первого главы государства, независимой Индии, Живхарла Ланэр, но, тем не менее, вот Индира Ганди, пример-министр. Кстати, она тоже, как и Соломон Бандернайке, была убита. Индира Ганди тоже, вот теракт. И сын Индира Ганди, ну, это, наверное, конечно, Борис Сергеевич Конт, Раджиев Ганди. Индира Ганди тоже был убит, а его жена не взошла на престол, потому что она итальянка, Соня Ганди. Нет, ну, это же особый случай. Нет, а ее партия хотела ее возвести, но говорит, ну, как это так, иностранка будет у нас главой государства, сказали, значит, товарищи индейцы. Ну, кстати говоря, что еще в Индии, кроме вот этого самого вот отношения к людям, ну, вот это их кастер-структура, что напрягает то, что у них, так сказать, основатели государства – это люди, сотрудничавшие либо с Гитлером, либо с японцами. Либо с кем? Либо с японцами. Они там воевали просто на их стороне. Это тоже есть болливудский фильм. Вот я упомяну на эту тему. Но, тем не менее, ну, вот феминизм в индийском кино – это вот тема для особого разговора. Просто, ну, почему, может быть, вызывает, вот я вот к тому ролику, некоторое удивление, просто есть, конечно же, факты, ну, патриархальное индийское общество, и вот именно индийское руководство многое делало, чтобы канули в лету вот пережитки такие, как сжигание вдов на погребальном костре, где сжигается тело умершего мужа. Вот пишется, что в 1987 году где-то там в глухой индийской провинции 18-летнюю вдову сожгли на этом вот погребальном костре и были, аж в 1987 году, и было индийским парламентом. И вообще Индия принят, ну, такой, в общем-то, особый закон, чтобы больше такого не повторялось. И сейчас, ну, другая тоже у них напасть, ну, пишут у нас достаточно много. Можно определять пол ребёнка, и если некоторое время назад были случаи умертвления младенцев женского пола, то теперь аборты, когда определяют, что пол ребёнка женский, и в Индии найдено превышение мужского населения над женским. Говорится, если так пойдёт, то многие останутся холостяками. В общем-то, тоже запрещено, вот пишется в интернете, запрещено определять пол ребёнка, но, в общем-то, люди обходят, дают взятки, чтобы это было сделано. Ну, с этим борются. И кроме этого, вот в конце 2012 года у нас это вот довольно-таки много, ну, относительно писали вот эту историю. Я, насколько я помню, в автобусе в одном из крупных индийских городов, когда массовое изнасилование девушки. И, в общем-то, это тоже отобразилось и в Болливуде. Вот фильм «Розовый» 2016 года с Амитабхом Бачаном. Это громкая история. Ну, это просто не про это именно, но на эту тему... То есть там имел в виду... Ну, что-то напоминает вот Чубаровска, там, само 2012 год. Тогда вот этих насильников наказали очень строго. Насколько я помню, даже были повешения. Вот, напоминает Чубаровска у нас. Ну, просто в Индии где-то вот иметь... И фильм «Розовый» с Бачаном вот этот вот показывает некий такой нигилизм по отношению к женской чести. То есть если, ну вот, если обратиться к фильму «Розовый», там просто три женщин, три девушки пошли с мужчинами, и мужчины предприняли попытку изнасилования. Одна из девушек в порядке самообороны нанесла бутылкой удар по голове одного из насильников, и у них были очень большие судебные... Вот в суде о неприятности суд поначалу встал на сторону, вот именно подавших, подали в суд те, кто пытались их изнасиловать. Вот один из них получил вот такую ужасную травму. И что-то доказать поначалу им было трудно. Ну вот, благодаря адвокату, роль которого Бачан, ну, все переменилось. Но, тем не менее, вот уже, ну и целый ряд других, вот поскольку вот именно отжившие традиции, но в то же время и масса... А, кстати, «Мать Индия» именно тоже один из таких вот известных фильмов, феминистских, индийских и целый ряд других. И самое главное, ну, конечно же, вне Болливуда сделано уже неразвлекательное индийское кино. Тут вообще были скандальные фильмы. Вот очень известная индийская режиссерочка Дипа Мехта. Она сделала вот два таких фильма протеста против отживших индийских традиций, касающихся женщин. Это вот фильм 1926 года «Огонь» и фильм 2005 года «Вода». Эти фильмы, они настолько остры для Индии, что их бы индийская цензура не пропустила, но она эмигрировала, она стала как бы канадкой Дипа Мехта. Но это фильмы оба «Огонь» и «Вода», они как бы Канада-Индия. Ну, это сугубо на индийском материале, то есть фильм «Огонь» 2005 года. Это фильм, в общем-то, действие происходит в Британско-Индии в 1938 году. Восьмилетняя девочка, ну, казалось бы, в прошлом, но реакция, ну, это я скажу чуть позднее, была невероятная. Скандал был невероятный. Значит, в 1938 год восьмилетняя девочка уже за годи была отдана жены вот таким вот запасом к мужчине, который внезапно умер. И в восемь лет она становится вдовой. А тогда, в 1938 году, было, в общем-то, три дальнейших продолжения жизни. Там, где она живет, в той области Индии, где живет героиня восьмилетняя. Либо зайти на погребальный костер вместе с мужем, либо выйти замуж за брата, мужа, либо уйти в специальный приют, стать вот тут, в общем-то, на правах неприкасами, хотя каста не неприкасаемая, вполне нормальная. Ну, какая-то. В общем, влачить жалкое существование в специальном приюте при Индийском монастыре. Она поступает в такой приют, и вот показывается ее трудновыносимая жизнь в таком приюте. Вот в фильме «Вода». Его запретили в Индии, да? Он вышел. Вот он сначала в Канаде, через несколько лет сначала был запрещен индийской цензурой, потом он вышел. Но у нас писали, дошло дело до сожжения, поджога в кинотеатрах. Ну, и вообще, Дипа Мехта много раз получала угрозы. И сама Дипа Мехта, ну, вот, в общем-то, фильм «Огонь» первый, тоже был в 2006-го года, невероятно скандальным, в общем, получала угрозы. И она говорила вот в интервью, что если бы я была не индуисткой, а мусульманкой, мусульманкой меня бы убили. Ну, индуисты, тоже экстремисты, они вот угрожают. Вот где вы сейчас рассказывали, это как, вода или огонь? Огонь – это первый скандальный фильм Дипа Мехты в 1996-го года. Огонь – это, ну, наиболее известный 2005-го года. Вот вы сейчас какой рассказывали сюжет фильма с женщинами? Сюжет – вода. Вода. А огонь про что? Огонь про лесбиянство. При этом Дипа Мехты вот в интервью говорила, что в индуизме даже нет слова, которым обозначается лесбиянство. То есть, ну вот, то есть это был тоже невероятнейший скандал. Но там в фильме Огонь две жены, которые в знак протеста, то, что мужья относятся к ним, ну, отчасти, отчасти в знак протеста, что мужья относятся к ним как рабыня, но не только, ну, наверное, поэтому, сходятся вот в лесбийской любви из двух, вот семей и две жены. Ну, этот очень тоже скандальный фильм, вот первые огромные неприятности у Дипа Мехты, вот с фильмом Огонь. У ней есть еще, это просто именно на феминистическую тему, у Дипа Мехты есть и другие острые фильмы, вот же не феминистской тематики. У нас, кстати, видимо, скоро дело идет тому, что феминизм будет считаться экстремизмом. Да, я просто именно феминизм в индийском... То есть мы идем по пути самой большой демократии мира индийской. То есть это радует. Мы идем демократическим путем. Ну, вот раз вот в том ролике затронут этот вопрос, я кратко... Ну, это тема очень большого, это очень своеобразное преломление этой темы в индийском кино. В принципе, ну, это особо просто... Ну, вот поскольку в прежнем ролике вот вы вот сказали вот снова вот этого философа, вот дева с дочерью делали... Да-да-да, сказать, круглых, Дмитрий. Вот-вот-вот. Ну, я поэтому немножечко подробнее. А так, это блокбастером Болливуда имеет очень слабое... Ну, если только Королева-бандит, то это вот просто Шикхар Капур благодаря этому фильму стал поставщиком уже международных блокбастеров. А что он еще сделал-то из международных-то? Ну, вот помимо двух Елизаветы Золотой век, вот Елизавета первого, еще четыре пера. Это ремейк знаменитого фильма Золтана Корде. Ну, это просто, я думаю, не стоит тратить. Кстати, Шикхар Капур выпустит... У него очередной фильм прямо буквально на подходе. Он продолжает быть известным голливудским постановщиком. Мы, кстати, ну, вот если уж на то пошло, еще вот есть ну, целый ряд, несколько есть индийских голливудских режиссеров, знаменитых индийского происхождения, еще вот Найт Шьямалан. Ну, это такие вот мистические триллеры голливудские. Ну, еще есть. Вот. В общем-то, ну, что касается индийских блокбастеров, то можно вот вспомнить принцессу специи. Вот там вот актриса из Индии Айшвария рай. Вот там вот уже в англоязычном фильме, но сюжет принцессы специи 2006 года фильм, он сугубо такой индийский, но уже фильм англоязычный, уже и, кстати, миллионеры Струщоб, можно вспомнить, где даже небольшой роль Амитаба Бача, но это уже англоязычный фильм. То есть, Болливуд частенько уже, ну, не частенько, а бывает, что адаптируется для англоязычного, но для такого мирового зрителя. у нас, кстати, вот, может быть, видели V3D Олега Степченко уже 2014 года, V2 2019 года, это уже по нашим меркам блокбастер. Это уже совместный Россия Китай, где Джеки Чан в небольшой роли, даже Арнольд Шварценеггер. А, ну да, этот фильм, это провалился, да, я знаю. Провалился V2, хотя долгострой, его вот нетерпеливо любители такого, ну, комиксного кино ожидали, но, увы, провалился, но, тем не менее, пишется V3 это путешествие в Индию. Это уже, ну, все-таки и Китай, и Индия, уже давно странный Брикс, крепко дружащие с нами страны, уже изначально планировалось, что вот V2 это с Китаем, а V3 это уже с Индией путешествие в Индию. И этот проект совместно с Индией V3, он существует. Вот даже ну вот свежее сообщение в интернете, что в это трудно верится, что выйдет в 2022 году, наверное, где-нибудь если выйдет в 2023, вот будет теперь вот с Индией. А вы видели V и V2? Не, V2 я не видел, я знаю только, что он провалился. Ну, то есть обычно до меня не доходят такие фильмы, если в кинотеатре они не прокатывают. Я тоже не смотрел. Нет, а не прокатывают. Как же? Ну, прокатывают, что он провальный был, поэтому его мало кто видел. Ну, там просто заплачено же и Джеки Чану гонорары, и Арнольда Шурценеггера. И вообще это долгострой. Гонорары, конечно, заплатили. Да нет, но и втрачено много денег, а кассовые сборы, увы. Но, тем не менее, я думаю, ну, не так уж. Я не смотрел ни первый. Ави, кстати, он с очками, первый, 2014 года. А, 2014 еще был ВИИ? Это первый, первый. ВИИ-2, это вот. ну, там, где англичанин снимался, британский актер, этот я видел, если вы говорите ВИИ-1, тогда когда он англичанин, который занимается топографией, карты делает. Вот. Я не смотрел, но это я читал. Ну, там, да, фильм нормальный, стильный, все, все проходит. Так вот, ВИИ-2 часть. Он был для нас, для нас, без Шварценеггеров, без китайцев, все было свое. А вторая часть, через пять лет он, наконец, вышел, со Шварценеггером и Джеки Чаном в небольших ролях. вот он, учитывая, сколько на него потрачено, он провалился. Но, тем не менее, этот проект, что третий, совместно с Индией, большой будет фильм, он пока существует. Может быть, вот выйдет такой крупнобюджетный российско-индийский фильм ВИИ-3, который, может быть, и не провалится в прокате. Потому что нечего будет смотреть. Я согласен. Ну, так сказать, вот плохо, тем не менее, что ВИИ-2 провалился, это несколько затрудняет ВИИ-3. Вот. В общем-то, какие еще были блокбастеры-то индийские? Уже ближе. Просто после «Танцора диска», вот с началом «Перестройки», индийские фильмы Болливуд еще продолжали появляться в нашем прокате, но начали терять, резко терять популярность, потому что много чего стало появляться в перестройочном прокате. Западное, да, западное появилось в кино, оно, конечно, выигрывает в наших глазах, у индийского, оно выигрывает однозначно. Но в 90-е годы один, кажется, вот один фильм 96-го года все-таки имел кинотеатральный ощутимый прокат. Это Кама Сутра «История любви». Хотя это не совсем Болливуд, это вот известная режиссер, женщина индийская Мира Наир, она начала, вот, кстати, артхаусный фильм «Мира Наир Салям Бомбей» в 89-м году, еще довольно неплохо, ну, для ограниченного зрителя, но тем не менее неплохо прокатывал, но именно, если иметь в виду ограниченного зрителя, просоциальные, вот, городские, социальные контрасты Индии, ну, прежде всего, там просто погружение, но там прежде всего, то есть там не нищета и богатство, ну, даже нельзя сказать про контрасты, а именно дно Бомбея очень, ну, очень так пронзительно отображенное, вот, «Салям Бомбей». Вот. Сначала написано. Как это «Салям Бомбей»? «Салям Бомбей», вот он называется. Сначала на московском международном фестивале был замечен, но потом в прокате. Вот такой фильм. Мира Наир, она также, в общем-то, имела нелады, ну, в отличие от Дипа Мехты, уж не настолько сильной с индийской цензурой, но все-таки она тоже эмигрировала на запад. То есть, вот эта Кама Сутера история, история, двоиточие истории любви, там она нашумела, что в индийском кинематографе вдруг эротические сцены. Но это как бы фильм не индийский. Там, то есть, если у Дипа Мехты Канада тире Индия, то здесь, ну, как бы США тире Индия. Но, тем не менее, это исторический фильм на сугубо индийском, то есть, там не имеется в виду, что это экранизация трактата Кама Сутера, просто это история любви, происходящая несколько веков назад, но с эротическими сценами. И это как бы фильм американский, но с индийскими актерами, сугубо на индийском материале. Вот у нас в 90-е годы он имел кинотеатральный прокат. Ну вот, так сказать, Кама Сутера я еще не нашел. Как найду Каму Сутра, как она выглядит, я вам покажу. Кама Сутру, я шучу, Кама Сутра. Я вам сейчас покажу, я вам сейчас покажу танцора диска, вот его же. Вы о нем много говорили, о танцоре-то, сейчас я его покажу. Танцор, диско, 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 танцор. Аэна диско, данца, аэна диско, данца. Вот это вот понравилось, да, публике? Наверное, это, ну, «Бродяга» все равно номер один, там просто нечто невероятное, как пишут, успех, конечно, «Бродягу» танцор диско не побил, но учитывая разрыв в относительно небольшой известности фильма в Индии и грандиозной известности у нас, Вот танцор диско, «Бродягу», в смысле «Бродяга», да? Нет, «Бродяга», как я говорил, все-таки имел резонансы в Индии, а вот «Танцор диско», он просто один из добротных, очень добротных болливудских фильмов, а у нас грандиозный успех более того. Вот я вот, когда библиотека, вот будущая библиотека Эйзенштейна, она была в стенах киноцентра, это, ну, где-то примерно год 2009, туда ходила англичанка, проживавшая в Индии, И она, в общем-то, писала статью, я просто вот с ней общался, я там тоже вот приходил, просто это единственная, ну, библиотека Эйзенштейна, которая сейчас вот библиотека Эйзенштейна, она даже уже потеряла, правда, название библиотеки Эйзенштейна, потому что, ну, она в музей кино вот теперь входит, который, ну, неважно, просто это единственная публичная библиотека по кинолитературе. Тут важно то, что она уже будет... Это за ВДНХ там, да? А? Она где-то за ВДНХ. Так вот, она находилась на каретном ряду, за Садом Эрмитаж, и будет туда возвращена, просто там уже более двух лет идет ремонт. А ее фонды, они заштабилированы. Вот музей кино на задах ВДНХ, это ближе, вот, метро Ботанический сад, вот там павильон есть. Вот сейчас там, ну, вот музей кино функционирует, но эта библиотека, она не действует. Она как бы, ну, в составе музея кино, но она пока вот ожидается, когда же пройдет ремонт, и она как бы вот писала, что она будет переоборудована, будут разные мультимедийные всякие... Мультимедийные оборудования и так далее, и так далее, но пока там полным ходом, вот, все это уже, вот, насколько я помню, уже третий год все это происходит. Все идет полным ходом, да? А? Ремонт. Все полным ходом идет, да? Переоборудование пока до открытия далеко, к сожалению, потому что больше публичной кинобиблиотеки нет, но вот я пользуюсь время от времени библиотекой в ГИКО, это, в общем-то, бывшая библиотека НИИ киноискусства, вот их изгнали, НИИ киноискусства, из Дегтярного переулка, они перевезли эту библиотеку в стены в ГИКО. Я в Дегтярном там снимал, там отель был, мы там снимали наши видео в Дегтярной переулке. Так, ну вот предлагаю вам посмотреть, так сказать, КАМО с утра, КАМО с утра, История любви. Закончу. Я так шучу, КАМО с утра. Ага, закончу. Библиотека в ГИКО, это ведь не публичная библиотека, а вот публичная кинобиблиотека пока вот недоступна для читателей уже очень-очень. И вот в начале, и вот где-то в 2009 году, вот англичанка из Индии писала статью об успехе, старых советских успехов, болливудских фильмов. Вот, бродяга и господин 420. И вот она особо говорила об успехе танцора диско в Советском Союзе. Вот, то есть вот... А это вот у нас История любви. Именно у нас. А вот это вот фильм Мира Наирш, КАМО с утра, двоеточие, История любви. Все такие интересные, симпатичные женщины. Носатые. А я люблю носатых, потому что как-то вот нос, он самое первое, что в глаза бросается. Там как раз вот рисовать красиво, интересно людей с большим носом. Мне вот нравится. Ну вот у Наргиз... Я понимаю, когда говорят, вот большой нос, но как это? Нос не может быть большим. Но тем не менее, вот у Наргиз классические черты лица и для западного зрителя, для советского зрителя. Ну не знаю, мне нравится носатенький. Не знаю, что понимание. Пожалуйста. Еще. Ну, Айшвария, рай где-то. Ну, это все. Да, ну... В общем-то, что касается Мира Наир, то это уже... Немножечко это напоминает Болливуд. Там есть песни и пляска, скажем, «Свадьба в сезон дожди». Это уже вот у нас в ограниченном кинотеатральном прокате году 2005. Вот «Свадьба в сезон дожди» – это фильм, более поздний фильм Мира Наир. Но это уже все-таки... Нельзя сказать, что это развлекательный кинематограф. Нельзя сказать, что это Болливуд. Это уже такой арт-хаусный кинематограф. Просто индийские фильмы... Вот постепенно, ну, подсчитанные, большие, вот, как кинохиты, это считанные... Это единичные появления в 21 веке. Но, тем не менее, помимо вот этих двух бахубалей, еще есть «Робот» и «Робот-2». Это болливудская... Но тоже это не... Ну, на самом деле, строго говоря, не болливудская. Это, кажется, тоже язык тилугу. Но это не суть важна. Кстати, фильмы эти дублируются. Вот «Блокбастера», если они... Вот на хинде, они тут же дублируются на самые распространенные другие индийские языки. И, соответственно, на языке там тилугу или каком-либо другом распространенном индийском языке «Блокбастер» это также дублируется на разные языки, в том числе и на хинде. Поэтому это не суть важна. Я, кстати, видел один индийский фильм. Ну, я видел его не целиком, только начало. Это фильм «Один в один» повторял сюжеты мизансцены нашего фильма «Ирония судьбы». Да, это есть в интернете. Я люблю... Он попал в Нью-Йорк. Она живет в Нью-Йорке. И прилетел... По пьяни приехал, добрался до Нью-Йорка. Да, да, да. Есть с хорошим русским переводом. Есть этот фильм в интернете. Я его, ну, смотрел, прокручивая. Я люблю Новый год. Про него, если останется время, это очень любопытный случай. Но вот такого вот воровства... Даже Эльдар Рязанов, кстати, застал. Но уже совсем старенький. Появление этого фильма. И спрашивали у секретарши Рязанова про этот случай. Но она сказала, что Эльдар Александрович и не слышал про этот фильм. Но это незадолго до кончины Эльдара Рязанова. Да, в общем-то, без упоминания в титрах, что это было снято по иронии судьбы Эльдара Рязанова. Но пишется о том, что Болливуд вынужден довольно-таки... Это заурядный факт частенько воровать сюжеты, потому что, да, Индия – страна небогатая. Но, тем не менее, это не блокбастеры. Вот такие там... И они и у французов, и у американцев, и у англичан есть другие случаи. Тут даже любопытно. И у нас вот тоже вот... Я люблю Новый год. Ну, вот такой случай. Нет. А вот, что касается блокбастера, то вот «Робот» и «Робот-2». Ну, я был на премьере «Робот-2» в нашем вот московском... Одном из московских кинотеатров с очками 3D. Это фильм. И там... Ну, вот подражание фантастическим фильмам, комиксам американским, но очень своеобразное. Вот, если вы позволите, я покажу. Я люблю Новый год. Несколько кадров, они так... Меня очень впечатлили. Вот, ну, почти что прям Эльдар Лизанов, да? Да, Эльдар Лизанов прям. Ну, фильм легко посмотреть в интернете. Да, да, да. А это вот вообще, то есть какая композиция. Ну, да, вот с сопоставлением. И вот тоже пришли ее подружки. Теперь они уже друзья, да. Вот, ну, интересно, интересно. Интересно, как это все делается. Вот, оказывается, и с нашего искусства можно делать кальку, да. Одно время-то ведь наше искусство, в общем-то, вдохновлялось иностранным кинематографом, да? Борис Сергеевич, а сейчас на подходе уже американский ремейк. Он уже создан, который вот Гитлер Капут и другие вот наши кинохиты. Мариус Вайсбрид... Он что, там, в Америке делает? Он его сделал именно вот ремейк «Ирония судьбы» в Америке, но он должен выйти на интернет-платформе. Не в кинотеатрах, а... Ну, к интернет-платформам нас тоже не подпускают, так что, ну, будем надеяться. Я не знаю, он может сейчас... На наших славных пиратов, на наших храбрых разбойников интернета. Нет, ну, сейчас даже любопытно, как он у нас появится. То есть он как бы, вот этот Морис Вайсбридс как-то вот... Ну, вот это российский режиссер, Ржевский против Наполеона, там, вот эти вот кассовые. Ну, это имеет в кино своих поклонников. Ну, вы понимаете, да, о чем вот Гитлер Капут? Понимаю, да, понимаю. Ржевский против Наполеона, еще там... Ну, в общем, такая муть, которую я не смотрю. Ну, я так... Ну, надо бы, я тоже... Ну, может быть, может быть, может быть. Я смотрю, вот там... Мне гораздо больше понравилась, например, «Темная сторона луны». Ну, в общем, согласитесь, сильный сериал оба сезона. Ну, интересно, что это уже официальный, но как бы американцы купили права на иронию судьбы. И вот он, этот режиссер в Америке, сделал этот ремейк. Его должны были уже несколько месяцев назад. Он должен был появиться на какой-то, писалось, известной интернет-платформе, но почему-то вроде как не появился, а теперь даже не знаю, как вот он. Но он сделан, этот фильм. Вот. Ну, насколько я знаю, с американскими... Пусть далеко не первого ряда, но с американскими актерами. А может быть, ну... Ну, в общем, есть про него сведения, про этот фильм в интернете. Вот американский ремейк «Ирония судьбы» сделан. Ну, тем не менее, «Робот-2» – это тоже такой для индийского фильма блокбастер, который прокатывался в кинотеатрах не только у нас. Вот, стереоскопически, с очками. И очень специфичная такая вот кинофантастика. И «Станцор диско» тоже вот подражанием дискофильмов. Вот, в частности, «Лихорадки субботним вечером» с участием Травольта. И «Бриолин» с участием Травольта. Это все вдохновляли. Еще были фильмы, там уже просто пение, скажем, «Доры Саммер», «Слава Богу, что сегодня не пятница» и другие вот дискофильмы. Там было некоторое время, так называемая, вот эпоха диско, ну, насколько я помню, всего лишь два года. Там рок властвовал, рок-музыка до 78-го и после 80-го, но два года, когда диско торжествовало. Так, Игорь, нам надо сейчас закрывать, потому что… Нет, буквально сейчас, потому что мне сейчас надо другое включение уже будет. Ну, тогда я вот досказываю про «Танцор диско». Все это вдохновило «Танцора диско», но это настолько совершенно другое, как бы оттолкнулось от западного, от западных аналогов, но совершенно в другую степь. И «Робот-2», этот разухабистый индийский блокбастер с очками, тоже самое, оттолкнулся от американских фэнтези, но вот фантастических комиксных фильмов. Понятно, да, понятно. Но совершенно в очень такой специфичную другую степь, но тоже вот индийский блокбастер. Ну вот будем хавать это кино. Ну все, дорогие товарищи, спасибо большое вам, спасибо большое Игорю. Много чего еще, но вот... Много чего еще, дай бог, не последний раз. Еще раз мы не будем за ним присесть, да. Хорошо, спасибо большое. Не забудьте поддержать, дорогая публика, мой канал. Помашем им, помашем. До свидания, дорогая публика.